И невозможно верить ни одному слову Владимира Путина, потому что, ну вот даже формально его сегодняшняя пресс-конференция, ну какое-то шапито просто ужасное, вообще в последние несколько лет это трэш-шапито, но просто в этот раз олицетворением всего стал просто какой-то адский болгарин с иконой. Вот вы, наверное, сейчас засмеялись, если не смотрели эту прямую линию, там реально был какой-то сумасшедший черт с флагом Болгарии в одной руке, с огромной иконой, которая сначала везде ходила, а потом просто начал посредине эфира просто орать какие-то вещи, восхвалять Путина, и он просто его уже так смущаясь говорил спасибо, спасибо, давайте посмотрим сначала сумасшедшего болгарина. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Теперь Магадан, пожалуйста. Добрый день, Бурля, Ольга. Ну, вот так это видела, это реально, ну, просто такое колоссальное, унизительное мероприятие для всех, ну, в первую очередь, конечно, для всей этой сомнительной орды, которая называет себя журналистами, из которых журналистов, там несколько человек, и я там покажу, там, главный вопрос, была от русской службы BBC, настоящая журналистика, но в целом просто реально куча каких-то хлуев, которые принесли какие-то подарки, баночки с вареньем. Какие-то плакатики про поддержку Путина, которые каждый вопрос начинали с спасибо вам, Владимир Владимирович. У нас, Владимир Владимирович, хочу начать с того, что большое спасибо, но у нас, правда, в Омске тут жить невозможно, мы все умираем, у нас мусор, маленькие зарплаты, и все чудовищно. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Какие-то люди клянчат билеты на парад. Ну, то есть, реально адское трэш-шепито. Унизительное, непросто, но нам наплевать на этих журналистов. То есть, те люди, которые сейчас работают журналистами на власть, они заслуживают такого унижения и гораздо большего унижения. Но мы, что ли, должны на это смотреть? Это огромная страна. И просто, ну, то есть, мы видим какой-то чудовищный позор грандиозного масштаба. Пресс-конференция сегодняшняя показала, на самом деле, как... Ну, почему, почему, на самом деле, такой грандиозный провал? Потому что Путин реально... Вот эта пресс-конференция снова была посвящена двум вещам. Украина и бесконечное обсуждение Второй мировой войны, Великой Отечественной. То есть, вот видно, насколько вообще неинтересно. Какие-то врачи, какие-то там проблемы. Но как только дело заходит об Украине, глазки горят, все знает, какая там ветка газопровода куда идет. Все цифры помнят наизусть. Какие-то просто гигантские лекции читает о том, правильно или неправильно поступил Советский Союз в ситуации подписания пакта Молотова-Риббентропа. А вот как повелась себя Чехословакия. А вот где было польское правительство в этот момент. Вот это ему нравится. О, господи, об обсуждении об Украине. Ситуацию на Украине знает во всех деталях. Просто потрясающий момент, как Путин просто начал переживать о том, что на Украине вырубает много леса кругляка. И скоро в Карпатах не останется никакого леса. Давайте послушаем, как Путин переживает за Карпаты. Другие западники, ЕС, требуют, чтобы кругляк обязательно вывозили. Разрешили вывозить в Европу. Ну, так что, от Карпат скоро ничего не останется. Голые скалы там будут, если будут кругляк вывозить. Вот за Карпат он переживает. Так, подробно рассказывает. Потом дальше осудил законы земли, которые приняли на Украине. В общем-то, у нас есть такой же, но это не ерунда. Но вот для украинцев земля это нечто сакральное. Все так важно. Была сказана фраза «Донбасс порожняк не гонит». И обсуждалось, какие же там люди, какой породы люди на Донбассе. А какой породы люди в Иркутской области, где, я извиняюсь, ситуация с этим лесом кругляком, скажем мягко, гораздо хуже, чем в Карпатах. Вот Путину, что происходит в Иркутской области, просто до фонаря. Понимаете? Но на Карпатах, нужно же сказать. Давайте посмотрим просто видео нашего штаба, который заснял масштабы вырубки и вывоза в Китай. Этого самого кругляка в Иркутской области. Вообще там просто у нас есть катастрофа и в Сибири, и на Дальнем Востоке с вырубкой, массовой вырубкой леса. Ну, то есть лес можно рубить. Это возобновляемый ресурс. Но когда его рубят так сплошняком, хорошего леса в этом месте не растет. А то, что происходит в России, это очевидно такая варварская преступная вырубка. Но Карпата беспокоит, а вот это совсем не беспокоит. Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, здесь ведь ничего нету, кроме снимков, спутниковых снимков. Это видно со спутников, что сплошная вырубка тайги идет в Иркутской области до фонаря. Кто будет обращать на это внимание? Ну, в Карпатах же, господи. Нужно же подумать про Карпаты. Бесконечное обсуждение этой Украины. И, конечно, ну просто бесконечное вранье. И, ну, такого характера какого-то... Ну, то есть реально человек уш на сковородке. Между прочим, журналистка из Крыма оказалась одной из немногих, которая задала ему, в общем-то, правильный вопрос. Но мне показалось даже с подвохом. Она спросила у него про те самые СМС-ки про сбор денег больным детям, которые мы довольно активно показывали в нашем последнем весьма популярном расследовании про удивительный романтический союз госбанкира Костина и госведущей Аскер Заде. И она у нее спросила, скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, долго еще мы будем собирать СМС-ками деньги на лечение детей? И нельзя их ли вообще-то просто взять и тупо вылечить за государственный счет? У нас достаточное количество денег. Реально, в ответ ей Путин загнал просто гигантскую телегу про демографию гигантского размера. Я вам просто хочу включить это, ну, потому что это нужно посмотреть, как человек уходит от вопроса. Но я просто убыстренно включу, потому что это просто невыносимо смотреть. Долгая телега, чтобы всем надоело. Традиционный прием. Задали какой-то острый вопрос. Он начинает говорить о чем-то другом долго-долго-долго, пока уже, может, все забыли, какой был вопрос. После чего возвращается к нему, но ничего не отвечает. И все, я ответил. Давайте посмотрим. Вопрос мой касается больных детей. Вот я отношусь к той части России, которая по утрам смс-ками, ну, вместе с остальными собирают деньги на лечение больным детям. Потому что невозможно смотреть эти телевизионные репортажи. Они рвут душу и сердце. Невозможно жить и дышать после этого. Скажите, пожалуйста, возможно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно, безо всяких условий и льгот? Спасибо. Вы знаете, во-первых, у нас здравоохранение бесплатное, так же, как и образование. Есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина. Но в целом, поэтому мы и говорим о необходимости существенных изменений в первичном звене здравоохранения, в целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе и детей, и прежде всего детей. Но в подавляющем большинстве случаев так и происходит. Кстати говоря, я уже говорил об этом, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности. Это вот один из способов решения как раз демографических проблем. Я сейчас к вам еще вернусь на вашу вопрос. Вы что добавили? Вы упомянули о 99-м. Смотрите, что произошло. Я говорил об этом много раз. Не могу это хорошо знать. У нас два таких спада был крупных в демографии. Вот это страшно сказать, да? Но у нас один на один десятых был общий совокупный, общий по загрождаемости совокупный. В 43-м 44-м году и в 99-м как будто война была. Почти одно и то же. Представляете? Какой спад. И теперь, за нами катится все время, каждый 20 лет, немногочисленное поколение, родившееся в эти годы, вступает во взрослую жизнь, в детородный возраст, в реподуктивный возраст. Но их по определению меньше просто. Ведь люди, и мужчины, и женщины. Но мужчины дети не рожают, женщины рожают. Поэтому хочу вам сказать последние данные. У нас за предыдущие несколько лет число женщин с 20 до 29 лет уменьшилось на 4,5 миллиона человек. Это просто объективные факторы. И нам что нужно делать? Просто стремиться к тому, чтобы коэффициент рождаемости повышался за счет вторых, третьих рождений и так далее. Что касается благотворительной деятельности и того, что делается на ведущих наших каналах, обращения с призывами о помощи для конкретных детей. Но это, понимаете, это же вот эти призывы, они и передача по этому поводу, их нельзя запретить. Хотя помощь одному-двум детям, она тоже важна. И тоже, если мы спасаем хотя бы жизнь одного человека, это уже здорово. Уже Господь вас как бы отметит, когда предстанете перед ним, уже будет хорошо. Но они в общей картине, они, конечно, мало чего меняют. Здесь в целом нужно настраивать работу по детской медицине и выводить ее на более высокий уровень. Это правда. Вот и что он ответил? Что он ответил? Спросили тебя, чувак, клянчим смс-ками там 600 тысяч рублей, миллион рублей, полтора миллиона рублей. Смехотворные суммы. Нельзя ли из этих вот триллионов, которые мы выделяем черт знает на что, какую-то крупинку отщепнуть и уже закрыть позорную историю, при которой Машеньке не хватает 600 тысяч рублей для того, чтобы жить? Есть в нашей стране достаточное количество бюджетных денег, чтобы всем этим несчастным Машенькам и всем их несчастным родителям дать денег и сделать нормальные операции. За границу можем всех отправить и вылечить. Есть у нас деньги. Что отвечает? Демография, демографическая яма, все. Ну то есть мы не можем, Путин отвечает, да, мы не можем запретить такие передачи. Значит, 600 тысяч рублей выделили из бюджета. На этот вопрос он не хочет отвечать. И просто бесконечная уход от вопросов или бесконечная враньё. Ситуация, конечно, с Голуновым, это просто была какая-то феерия. Вы помните дело все журналисты Ивана Голунова, которым подбросили наркотики. Ему подбросили наркотики. К счастью, благодаря всеобщему возмущению ситуация объяснилась. Выяснилось, что подбросили ему наркотики полицейские. Выяснилось, что участвовали во всем высокопоставленные сотрудники ФСБ. И мы делали расследование про одного из них. Эти сотрудники ФСБ колоссально богаты. И непонятно откуда у них взялись деньги. Между прочим, два главных фигуранта дела, которых все обвиняли, и мы обвиняем, в том, что они подбросили наркотики Голунова. Это начальник УФСБ по Москве и его ближайший помощник Медоев, про которого мы делали расследование. У них немыслимое количество денег. Они очевидно коррумпированы. И у них на территории под носом происходит стрельба. Нет ли здесь прямой взаимосвязи? Прямая взаимосвязь очевидно есть. И эти люди Медоева вывели из ФСБ, но его не уволили из ФСБ. Его уволили непосредственно из административного аппарата и перевели прикрепленным сотрудникам, по-моему, в Газпром. Понимаете, вот такое наказание. Если тебя поймали на том, что ты коррумпированный ФСБшник, который подбрасывает кому-то наркотики, тебя переведут в Газпром. Вот такое получил наказание. Ну так и, собственно говоря, этот Голунов несколько месяцев пишет заявление, что если мне подбросили наркотики полицейские, нельзя ли возбудить дело против этих полицейских? Ему говорили, нет, нельзя. Эти полицейские судились, требовали восстановить их на работе. Ну и все знали, что никаких нет уголовных дел против них. Но Путин выступает на пресс-конференции и говорит, что есть уголовные дела, дайте послушаем. Дело Ивана Голунова вы не прокомментировали. На прямой линии вы назвали это дело, эту ситуацию с Голуновым беспределом и сказали, что виновные должны быть найдены. С тех пор виновные не найдены, материалы дела засекречены, а расследование ведется в отношении неустановленных лиц. У нас принято решение засекретить эти материалы, принято это в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом. Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены 5 человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов Министерства внутренних дел и против них, против всех возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет, а не МВД. И все, естественно, возмутились, потому что, ну хорошо, даже уже не будем обсуждать про ФСБшников, которые организовали заказ вот этот все по просьбе похоронной мафии. Но полицейские-то, вот они только что ходили, требовали восстановления и никаких уголовных дел нету. Сам Голунов в своем телеграм-канале сразу написал, давайте посмотрим, о том, что вообще-то ему неизвестна никакая информация о том, что уголовное дело. Мало того, он постоянно пишет, и Следственный комитет ему говорит, что вообще там нет ни оснований для возбуждения уголовных дел. Что такое? Мы просто взяли, сразу позвонили главному редактору Медиазона Сергею Смирнову, который внимательнейшим образом следит за этим и за другими делами. И уж как бы точно Смирнов должен знать, если есть любая, хоть какая-то информация о том, что против полицейских возбуждено уголовное дело. Что он нам заявляет? Давайте посмотрим Сергея Смирнова. Всем привет, это Сергей Смирнов. Ну, Путин только что объявил о том, что у пяти полицейских, оказывается, есть уголовные дела. На самом деле, об этом было совершенно ничего неизвестно. И судя по их поведению, они совершенно спокойно устраивались на работу. Они ходили в суд, требуя отменить свое увольнение. Конечно, ни о каких делах им было самим неизвестно. Поэтому я считаю, что это какая-то совершенно новая информация. Мне кажется, никаких дел нет. Но теперь посмотрим, будут ли они по итогам пресс-конференции. Ну, то есть, всем было понятно, что никаких уголовных дел нет. И сразу следом поступила новость, что, оказывается, уголовные дела есть. И возбудили их, когда, тадам, вчера. 190 дней ждали, и уголовные дела якобы возбудили вчера. Очень смешно на эту тему написал бывший главред Медузы, или директор Медузы, Красильщик, который написал, что, ну, это такая удивительная парадокс во времени. Потребовался минус один день, потому что Путин вот заявил о возбуждении дел сегодня, а завели их вчера. Это действительно такой парадокс, возможный только для России. Ну, просто бесконечное вранье. Не было никаких уголовных дел. Ну, кто-то там сказал, возбудят уголовные дела. А ФСБшники, которые организовали это все, ну, как они же не могут возбудить уголовные дела в отношении тех, кому они сказали, идите и подбросьте наркотики. Их отмазывали. А потом Путин все-таки ляпнул на пресс-конференции, и возбудили уголовные дела. Вот таким образом все и построено.